Елена готовится к первой части конкурса. В презентации нужно представить себя и свои профессиональные таланты во всей красе. Но скрипка ей не для красоты. Это часть методики Елены. Целью моего проекта является снижение эмоционального напряжения у воспитанников через музыкальную игровую деятельность, которая сопровождается живым исполнением музыки на скрипке. Импровизируя с инструментом на интерактивных занятиях, педагог помогает детям раскрыться. Если я вижу, что он хочет выразить определенную эмоцию, я его поддерживаю скрипкой. Либо скрипкой я ему играю эмоцию, он слушает ее, воспринимает и ему более понятно становится, как эту эмоцию показать и выразить. Чтобы попасть в финал, Елена и еще семь конкурсантов прошли серьезный отбор. С каждым годом требования растут. Сейчас уже нужно показать и обобщенный опыт работы, и обязательно участие в проекте. Не просто воспитательный процесс. Нужна любовь к детям. Нужно искреннее отношение. Победа – это денежные призы и возможность получить более высокую квалификацию. Но главное – участие в таком конкурсе – это неоценимый опыт. Евгения Перова, победитель «Доброго сердца-2016», в этом году взяла гран-при в аналогичном конкурсе, но уже на всероссийском уровне. Жюри прежде всего сказали, что в моей презентации, в моей презентации я рассказывала о детях, были счастливые улыбки детей, которые как в нашем учреждении, так и ушедшие в семью. Не важно, кто из конкурсантов победит. Все они уже пример любому педагогу. Они лучше других знают, что такое воспитание с любовью. И что значит работать не только умом, но и сердцем. Глеб Дудкин, Валерий Ларьков. Такой день на Мире Белогория. Глеб Дудкин.